Продолжим добрые традиции. Таким недобрым баннером встречала Казань Спартак Черчесова. Да уж, по всем раскладам ничего хорошего не вырисовывалось для москвичей из поездки к не просто лидеру чемпионата, а к команде рекордсмену. За хозяев беспрецедентный старт и шоколадная статистика домашних игр с красно-белыми. Спартак с первых минут заметно больше соперника владел мячом, но приличного шороху навел излюбленным оружием. Рубиновых стремительной контратакой. Образцовый гостевой переход в наступление нарисовался после первого же стандарта у ворот плитикосы. Падение Баженова в единоборстве с Баляйкиным наш самый опытный рефери Николай Иванов трактовал в пользу хозяев поля. Прошло каких-то пара-тройка минут и еще один острийший пас удался Павленко. На этот раз на острии оказался Велитон. Оба центральных защитника Рубина остались за спиной, а вылетевший за пределы штрафной вратарь Коско только облегчил выполнение бомбардирской миссии. Благодаря шикарному пасу Павленко и помощи галкипера Рубина Рыжикова бразилец с пятью мячами превратился в лидера среди снайперов премьер-лиги. Прежде утюживший всех и вся Рубин худо-бедно пришел в себя, но самым опасным в первом тайме получился вот этот безобидный удар Гюкдениза. В перерыве Курбан Бердыев сообразил одну замену. Вместо Рязанцева в пару к реброу вышел еще один форвард Хасан Кабзе. Нельзя сказать, что прямым следствием этого стал 10-минутный натиск хозяев, но плитикосе нашлась работка. Гюкдениз Городениз сначала пробил, а потом заделался ассистентом. Да каким? Ребров стрелял головой без сопротивления. Однако ж не получилось ни у него, ни у добивавшего Баляйкина. Главное и, быть может, решающее спасение хорватского стража ворот. Спартак в середине тайма забил похожий по динамике на первый, но куда более эстетский гол. Вновь блестящее взаимодействие Павленко с нападающим. Ну и, конечно, смачный удар под самую штангу Баженова. 2-0. Что пас внешней стороной стопы, что завершение смотрится одинаково здорово. Техническая ошибка рубинового защитника Степана Томаса обернулась классически разыгранным выходом троих против двух соперников. Баженов пасом вернул должок Павленко, а поймавший кураж полузащитник, незаметив, прошел Каско. 0-3. Рубин в одном матче пропустил больше, чем за предыдущие семь. Футбол на этом, в общем-то, закончился. Так что Черчесов сумел на последних минутах выпустить едва восстановившихся после травм Ковача с Быстроум. И они, соответственно, поучаствовали в празднованиях второй подряд гостевой спартаковской победы. С Рубином здесь Спартак всегда играл очень неудачно в плане результата. Ну и тем более, мы в Ген-7 игр выиграли подряд, поэтому нам было не так просто готовиться. Ну, видите, тем более после столь картики, что она свалилась. Справедливая, кстати. Ну и... Мы подготовились и выиграли. Спасибо. 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 Спасибо.